Уже более двух с половиной месяцев длятся судебные разбирательства по делу о смерти сотрудника ЧОП Родиона Николаева. Осенью 2022-го эта новость шокировала Улан-Уденцев. Было множество версий, как именно скончался Родион. Сегодня состоялось очередное заседание суда. Напомним, Родион Николаев устроился на работу в ЧОП Дельта в июле 2022 года. По данным Следственного комитета Бурятии, новички в организации проходили специальный экзамен. Спарринг с тремя более опытными сотрудниками. Родион также его прошел. Только последствия оказались трагичными. В сентябре того же года он скончался из-за травмы головы. На скамье подсудимых оказались четверо сотрудников ЧОПа. Специалист по организации работы Дельты и трое его подчиненных, которые участвовали в бой с Родионом. Последних суд присяжных оправдал. Для главного подозреваемого прокуратура запросила лишение свободы. На основании изложенного предлагают признать подсудимого виновным по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. По пункту В части 2 статьи 117 Уголовного кодекса признать виновным и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы. Признать виновным по статье 119 части 1 Уголовного кодекса назначить наказание в виде 1 года в 10 месяц по ограничению свободы. Одному из руководителей ЧОПа вменяют три статьи. Принуждение к даче ложных показаний, истязание и угроза убийства. Но все они связаны не со смертью Родиона, а с делом другого сотрудника ЧОПа. По данным следствия, 10 мая 2022 года подсудимый ударил его ножом в бедро. Конечно, сторона защиты не согласна с квалификацией изложенного ввинения. Считаю, что установленные вердиктом обстоятельства не образуют состава преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ. Переду к заключительному эпизоду угрозе убийства. Считаю, что установленные вердиктом фактические обстоятельства не могут образовать состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 119 УК РФ. Прошу суд при назначении наказания применить положение в ст. 73 УК РФ об условном осуждении. Суд присяжек меня в чем-то виновен, значит, в чем-то я не виновен. Прошу вас строго не судить, не лишать свободы. Значит, уголовный срок и дать возможность нормально с волей уйти для участия в ИСВУ. В случае, если подсудимого оправдают, семья Родиона планирует обжаловать приговор уже в Верховном суде. Обстоятельства дела все установлены, где указано, кто совершил это преступление, но при этом он их признает невиновными. Они сами себе противоречат, такого не может быть просто. Окончательный приговор вынесут уже в эту среду, 21 февраля. Следите за нашими новостями.